Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Программа код доступа. Телефон эфира 783 90 25 для москвичей. И 783 90 26 для немосквичей. СМС-ки 985 970 45 45. Еще раз повторяю, телефон прямого эфира 783 90 25 для москвичей. 26 для немосквичей. СМС-ки 985 970 45 45. И начну с, наверное, самого важного события на этой неделе. С предъявления обвинений, новых обвинений Михаилу Ходорковскому. Признаться я счастлива. Это вот так вот нехорошо это сказать. И могу объяснить почему. Потому что теперь, когда эти обвинения предъявлены, ощущение, что Ходорковского не убьют, как Литвиненко. Или, по крайней мере, ниже вероятность этого события. Я даже могу совершенно честно сказать, что когда я впервые услышала о возможности предъявления этих обвинений, мне говорили адвокаты Ходорковского. Они нейтрально на это реагировали. Только не заметили, что я улыбаюсь до ушей. И говорят, а что ты улыбаешься? Я говорю, да вы не понимаете. Значит, его не убьют. Адвокаты так сильно призадумались над сказанным. Говорят, да, мы с этой стороны дело не рассматривали. И если вы заметили возможность предъявления обвинения, я именно поэтому в течение долгого времени не комментировала, потому что заранее поддакивать никому не хотелось. А те соображения, которые у меня были, я заранее не считала нужным высказывать. А сейчас это обвинение предъявленное. Я могу сказать, что оно очень хорошо свидетельствует о том эффекте, о котором я говорила всю прошлую передачу. И судя по вопросам по интернету, этот эффект запомнился. Это эффект Шурочки Алимовой. Напоминаю, я рассказывала на примере своей книжки о странном корректоре, который, пытаясь показать, что он много работы проделал, но не будучи очень осведомленным в той работе, в которой он проделывает, правит сцену встречи двух полевых командиров, которые говорят, что мы посоветуемся с Шурой Алимовым, то есть советом старейшин, на двух полевых командиров, которые говорят, что мы посоветуемся с Шурой Алимовой. То есть человек честно хочет сказать, что он работает, но человек честно немножко не в курсе происходящего. Вот эффект Шурочки Алимовой, так страшно сработавший в деле Литвиненко, тоже виден и в новых обвинениях Ходорковскому, потому что дело даже не в том, что предъявили 23 миллиарда долларов, и это в 4 раза больше, чем все нацпроекты России. И дело даже не конкретно в том, что стали не пускать адвоката к Ходорковскому, нагнали ОМОНа, как будто у нас Ходорковский самый страшный бандит, а в том, что все эти решения, если мы представим себе, как они принимались, эти решения совершенно очевидно принимались из желания отличиться перед начальством. Вот 23 миллиарда долларов, это примерно по той же причине, по которой в Беслане было 350 человек, объявили заложников. Почему 350? Потому что человек, который думал, сколько сказать заложников, он не думал о реальности. Он был маленький человек, который спросил средний начальник, среднего человека спросил большой начальник, большой человек спросил начальника еще повыше. А маленький человек думал, вот если я скажу 350, это понравится начальнику больше, чем если я скажу 1200. И точно так же в деле Ходорковского, следователь, думает, ну 23 миллиарда, если я скажу, или я скажу 1 миллиард. Ясно, что 23 миллиарда понравится в 23 раза больше. И понятно, что когда система функционирует подобным образом, то есть побудительным отъемом людей является отличие перед начальством, она требует абсолютного отсутствия обратной связи между тем, что делают люди, и реальностью. Потому что она требует, чтобы обратная связь была только между одним, между начальством и подчиненным, между подчиненным и начальством. И очевидно, что такая система является диктатурой, потому что именно для диктатуры характерно такого рода отсутствие связи. И, собственно, это самый страшный минус диктатуры, потому что, в принципе, диктатура довольно эффективное правление, если бы не эта ее привычка к тому, что все люди внутри диктатуры начинают принимать не те решения, которые соотносятся с реальностью, а те решения, которые выгодны начальству, которое за них карает. И в этом смысле разница между той суммой 23 миллиарда долларов и той суммой, которая первоначально в первом обвинении предъявлялась Михаила Борисовича. Если вы помните, там будет 20% акций Апатита, еще чего-то. Вот это в некотором роде арифметическое выражение того пути по дороге к несвободе, который за эти несколько лет проделала наша страна. Телефон 783 90 25 для москвичей и 26 для немосквичей. И говорите в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте, Юля. И здесь, пожалуйста, меня давно волнует такой вопрос. Меня зовут Людмила. Вот какова технология применятия решений в нашей современной России? Ой, батюшки, а можно где-нибудь конкретнее все-таки? Ну вот вы понимаете, вот при Ельцине была какая-то семья. В советское время было какое-то политбюро. Там при Николае Втором, там вот Распутин, вот какие-то такие были вещи, там вот черные кардиналы, которые решали проблемы. Я понимаю, что, скорее всего, можно ответить на этот вопрос, когда уже, наверное, человек умрет, который уже правил. Но все-таки, если вот хоть как-то можно ответить на этот вопрос, пожалуйста. Ну, понимаете, этот вопрос будет, ответ на этот вопрос явно будет основан, да, на предположениях. Предположениях, но мне кажется, что вот предположения, совпадаемые с фактами, во-первых, гласят о том, что нет единой технологии принятия решений. То есть, вот допустим, если вы посмотрите на то, как менялось законодательство выборное, относительно выборов в Госдуму, то такое впечатление, что не было единой технологии, вот мы сделаем так, так, так и так, чтобы окончательно задушить демократию. Потому что очень многие решения, которые принимались, там, например, отмена порога явки, они не являются анти- или продемократическими. А антидемократическими является, скорее, само количество принятых поправок. И такое впечатление, что просто каждый человек, желающий отличиться к Путину, к Путину прибегал с какой-то очередной идеей. Путин звонил Суркову и говорил, а почему бы нам не сделать еще и так? А почему бы нам не сделать еще и так? Очень много, конечно, вот чисто технологических вещей, связанных, потому что, да, я сейчас говорю не о принципе, а вот мне задали вопрос именно о технологии. Очень много чисто технологических вещей, связанных с враждой ведомств. Например, вот известно, что Фродков страшно любит Грефа и Кудрина, и Медведева тем более. А вообще Медведева назначили первым вице-премьером, не поставив Фродкова об этом в известность. И стали, например, возможны такие вещи, что одно и то же совещание по одной и той же проблеме назначается на одно и то же время, скажем, Фродкову и Медведеву. Вернее, сначала Медведеву, а потом Фродков об этом узнает и тоже назначает. Впрочем, сейчас перерыв на рекламу об этой технологической интересном вопросе я договорю чуть потом. Стой! Кто идет? Реклама! Сбербанк России ОАО информирует о продаже акций дополнительной эмиссии Сбербанка России. Заявки на приобретение акции принимаются с 30 января по 19 февраля 2007 года в 707 подразделениях Сбербанка России. Адреса подразделений и дополнительная информация на сайте www.3wsbrf.ru и по московскому телефону 974-6677. 974-6677. Сбербанк России. Просто профессионально. Реклама на эхе. Правильное решение. Неправильный код доступа. Введите код. Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной. Добрый вечер. В эфире Юлия Латынина. Я продолжаю отвечать на вопрос о технологии принятия решений в современной России. Вот еще одна из технологических способов, о которых я начала рассказывать, о том, что в силу вражды между различными ветвями правительства, Фродков любит иногда назначать заседание по какой-то проблеме на то же самое время, когда это назначает господин Медведев. Там были довольно анекдотические случаи. Например, один раз мне рассказывали, что сразу после назначения Медведева довольно скоро должна была состояться его поездка в Китай. И вот документы к этой поездке, включая просто паспорт господина Медведева, там были готовы буквально только за сутки. Ну, понятно, это такие вещи, чтобы раскачать своих противников, хотя в итоге все это выглядит довольно смешно, потому что понятно, что процесс принятия решений просто парализован полностью. И вместо принятия решений мы видим каждый раз господина Фродкова, который высказывает удивительным языком, который можно было бы назвать феней, если бы по фене так говорили. Свои соображения по поводу проектов министров и обещает их каждую неделю уволить. Понятно, что любого министра можно обещать уволить только один раз. После этого либо ты его увольняешь, либо ты выглядишь идиотом. Есть еще такая технологическое принятие решений, проблема технологии принятия решений, которая очень легко человека, который пользуется, делает очень весомым человеком в кремлевской иерархии. Но представляете себе, вот идет Путин утром по коридору и подбегает к нему, ну скажем, господин Игорь, господин Сечин. И говорит, а вот Владимир Владимирович, вот тут есть такой вопросик, можно я им займусь? Ну вопросик, допустим, самый безобидный, там посчитать поголовье коров в Астраханской области или наоборот самый существенный, там провести реформу чего-то. Ну какой ответ президента? Естественно, да. После этого Игорь Иванович начинает заниматься вопросиком, очень технологично рассылает во все ведомства бумажки с просьбой собрать данные по этому вопросику. Ведомства ему, естественно, отвечают, потому что ссылаются на поручения президента. После этого оказывается, что все присылают разные бумажки. Стало быть, надо собрать совещание по поводу этих бумажек, определить, какие из них верные. И на этом совещании, вот вроде бы, да, Игорь Иванович у нас не член правительства, просто человек в администрации, но вот он сидит во главе совещания и совещает всех. И когда ему спрашивают, на каком основании, оказывается, что на основании распоряжения президента, которое тот отдал, пробегая по коридору. Это очень технологичные вещи, крайне интересные. Кроме этого, у нас очень много вещей связано просто с разборками за бабки. Например, у нас часто говорят, что у нас нет там в России политических партий. Но действительно, если посмотреть на настоящих политических партий, на единую Россию, там и на справедливую Россию, не совсем понятно, чего они делят. И чем их идеология отличается друг от друга. А вот если вы, например, посмотрите на партию, которая называется ФСБ, и на партию, которая называется ФСБО, то ФСО, Федеральная служба охраны, то вы сразу понимаете, что они делят? Таможню. И это процесс огромной политической важности, потому что, согласитесь, нельзя сказать, если такого-то коммерсанта контролирует ФСБ, что его контролирует ФСО. Хотя иногда, кстати, бывает совместно. И у нас вот была гигантская таможенная война между этими двумя ядовствами, которая сопровождалась даже обысками. Потом, в конце концов, Пусин положил ей конец, потому что милые бронятся, только тешатся. Но в данном случае я говорила не о каких-то общих вещах, типа коррупции как инструменты управления государством, или некомпетентности как способы назначить людей тебе преданных. Постаралась я ответить. А вот именно о конкретных технологических вещах. Еще одна история, которую я хотела бы рассказать, как раз тоже, возможно, касается способов управления государством, который довольно мало уделяли на этой неделе времени, которое случилось в Карачаево-Черкесии. Я имею в виду происшествие в школе сельца под названием Красный Курган. Напомню, что там произошло. Там развалилась старая школа, детей поселили в новой. Эта новая школа принадлежала формально институту нефти и газа имени Губкина. Но, видимо, это было что-то другое, поскольку в селе люди, не будучи очень осведомленными в нефти и газе, ну, что такое Карачаевское село, видели, что в этот корпус люди заходили только в масках и защитных одеждах, и литрами пили молоко. И вот когда там поселили детей, у детей начались странные симптомы. В отличие от истории в Шелковском районе Чечни, когда эти симптомы были истерического происхождения, наблюдались только у девочек. В данном случае симптомы детей были связаны с физиологическим изменением состава крови. У них резко упало число лейкоцитов, у них была явная общая интоксикация. Один из классов этой школы, седьмой А, который жил прямо напротив какого-то уже совсем странного помещения с обшитыми свинцом стенками, рядом с вытяжной трубой, просто в полном составе слег все 17 человек. И это чудовищное происшествие. И, собственно, вот эта вот часть, это трагедия. А то, что дальше стало происходить, это фарс. Потому что то, что дальше стало происходить, власти Карачаево-Черкесии сказали, что этого нет. И, наверное, если говорить о технологиях власти, это прекрасный пример того, как власть управляет государством. Потому что систему характеризуют не ошибки, которые она совершает, систему характеризует реакции на ошибки. Ну, конечно, это очень страшно, когда заболели дети, очень страшно, когда совершается ошибка, но ее надо исправлять. Вот в соседнем Краснодарском крае у губернатора Ткачева врачи по ошибке, в результате врачебной ошибки лишилась руки двухмесячная девочка Соня Кулевец, и никто, губернатор Ткачев принял все меры, наказал врачей, постарается помочь девочке, и никто не говорит, что губернатор Ткачев лично виноват в этом безобразии. В данном случае власть Карачаева-Черкесии сделали все, чтобы их лично обвинили в том, что происходит с жителями села, потому что УБОП забрал медицинские карты детей, потому что замминистра здравоохранения приехала в село и сказала, что врачи еще ответят за диагноз. А, кстати, диагноз детям не был поставлен. Вот то слово лейкопения, которое несколько раз звучало и по телевизору, и по радио, это не диагноз, это симптом, это понижение количества лейкоцитов в крови, связанное с какими-то другими причинами. То есть вследствие уровня здравоохранения диагноза у детей еще нет, это надо понимать. И глава администрации села там долго распинался, мне говорили, что он даже обещал, что он кричал, что дети инвалиды, рожденные от инвалидок, что мне рассказывали даже, что обещал убить людей, если они будут во что-то вмешаться, что в Карачаево-Черкесии, где в конце концов зять президента приказал застрелить семерых человек, не пустое слово убить. И вот эта реакция системы, наверное, самая страшная, что можно наблюдать в России. Она вовсе не во всех регионах наблюдается, но очень часто российская государственная система реагирует именно таким способом на любой раздражитель, на любую свою ошибку. И относительно Карачаево-Черкесии там простейший вывод, который из этого можно сделать, что это очень хорошая пища для ваххабитов, это очень хорошая пища для всех недовольных, потому что, кстати, Красный Курган расположен рядом с крупными ваххабитскими центрами. И можно себе представить, как сейчас они показывают пальцем на то, что там происходит, и говорят, мало того, что дети болеют, так эти неверные еще хотят убить детей, чтобы у них не было проблем. 783-90-25 для москвичей, 26 для немосквичей. СМСки 985-970-45-45. Говорите в эфире. Здравствуйте, уважаемая Юля. Вот мне очень понравился предыдущий вопрос, но мне понравился ответ, что типа в нашей стране это как и все другое делается там через попочку. Ну, я поэтому хотел бы... Я технологии стала описывать. Я не отвечала в общем. Юля, вот что надо сделать для того, чтобы процесс принятия решений был документирован и оформлен каким-либо нормативным документом, так, чтобы любой гражданин мог убедиться в том, насколько то или иное решение оптимально и мог как-то повлиять на него. В частности, вот решение по поводу, что лучше делать со стабилизационным фондом, тратить его на здоровье своего народа или размещать бумагу за границей. Вот я, допустим, не верю, что расходование этих денег внутри страны приведет к инфляции. Вот Сталин, он после войны везде... Как-то вы не верите. А что вообще, когда деньги расходуются внутри страны, что же происходит? Ну... Вы знаете, если вы не верите, что деньги расходуемые внутри страны приводят к инфляции, ну, вам лучше, наверное, чем сообразовываться с собственным внутренним яс, сначала почитать какие-то учебники по финансам? У нас, наверное, можно организовать так расходование средств, чтобы инфляции не было. Ну-ка, 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 еще раз, просто вас сейчас вы тянете на Нобелевскую премию, просто вот на Нобелевку. Милитан Фридман отдыхает. Ну-ка, ну-ка, как это можно организовать? Вопрос не про то. Вопрос про то, что надо сделать, вот что я могу, у меня, допустим, есть высшее образование, даже ученая степень, вот что я должен сделать, что... Видимо, не по экономике. Да. Как именно можно процесс принятия решений документировать и сделать влияние, сделать возможным влияние каждого человека на этот процесс? Спасибо. Ну, слишком общий, конечно, вопрос. Вот интересно, что собеседник мой явно себе представляет, да, что там вообще возможно это неким единообразным способом описать. Я, кстати, два или три недели назад говорила о чем-то в этом роде, когда я говорила, что вообще есть два способа устроить нормальную управляемость в стране. Один известен на Западе, это делать нормальные законы, а другой, восточный ответ, китайский ответ, это назначать нормальных чиновников. И что вот в последнее время я все более склоняюсь ко второму способу, потому что, возвращаясь, допустим, к той же Карачаевской истории, понятно, что если бы на месте президента Бадыева был губернатор соседнего края Ткачев, ничего похожего бы не было. А если бы, наоборот, на месте Краснодарского, в Краснодарском крае был бы президент Бадыев, то еще неизвестно, что случилось с бедной Соней Кулевец. У меня еще есть вопрос короткий, просьба прокомментировать продажу уже двухнедельной давности комсомолки господину Березкину группы ЕСН. Просьба по интернету пришла, откуда господин Березкин взялся и почему продали не Газпром-медиа. Действительно, совершенно загадочная история. Дело в том, что очень долго комсомолка, комсомолкоприбыльная газета, который владел Анексимбан, который владел профмедиа, договаривалась о том, чтобы быть проданной Газпром-медиа. И, соответственно, у сделки этой было три субъекта. Главный редактор комсомолки господин Сунгоркин, глава Газпром-медиа господин Сенкевич и глава профмедиа господин Акопов. И вот, насколько мне известно, все эти три человека ровно позапрошлую пятницу узнали, что все это продано господину Березкину. Кто-то из них узнал из пресс-релиза, кто-то из звонка друга, кто-то из звонка журналистов. Особенно отличился господин Раф Акопов, которому позвонили журналисты и попросили прокомментировать новость. Господин Раф Акопов сказал, а мне похрен. Только он, извините, не так сказал, он более короткое слово употребил, ему даже перезвонил изумленный глава коммерсанта и сказал, ну что, вот так и печатать, так и печатать, сказал Раф Акопов. И, согласитесь, удивительная история, потому что все участники этой сделки и сама комсомолка, и профмедиа, и Газпром-медиа крайне законопослушные люди. И вдруг всем этим давно зарекомендовавшим себя людям звонят, и оказывается, что они продали все это не кому-нибудь, а господину Березкину. Крупному, но все-таки не такому уж, казалось бы, влиятельному бизнесмену, который известен в бизнес-среде и тем, что он владел Комитеком, который потом продал Лукойлу. И тем, что он участвовал в нескольких очень крупных сделках, связанных, допустим, с, ну, посредничал в различных продажах крупных кремлевских структур друг к другу. Но, тем не менее, вот впервые засветился именно крупно, как владелец комсомолки. И я думаю, что ответ на это такой, надо очень внимательно посмотреть за тем, кто у нас будет покупать остатки ЮКОСа. Если покупателям остатков ЮКОСа окажется консорциум из, итальянский консорциум из ИНИ и господина Березкина, то, наверное, мы получим ответ на вопрос, почему так внезапно была продана комсомолка. А сейчас новости. Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, 783-95 для москвичей, 26 для немосквичей, смс-ки 985-970-45-45. Вот по смс-ки мне пришла Дмитрия, на днях упомянутый Фродков, выдал на очередном совещании по бюджету следующее. О воровстве речи быть не может, речь идет об эффективном использовании. Ну, ясен, пень эффективная. И, Александр, прокомментируйте предстоящий уход Алханова и бегство всего его аппарата. Ну, напомню, что на этой неделе в Чечне была очередная заварушка. В отставку подал глава совбеза Чечни Герман Вок, последний из соратников Алханова. И вокруг самого Алханова очередной раз сгустились тучи. Причем, если кто не в курсе, напоминаю, какую политическую погрешность господин Алханов сделал. Он говорил о Конд-Хаджи в Великом Устазе и сказал, что тот умер в ссылке. После чего местный муфти заявил, ну, типа, Ленин вечно жив, поэтому говорить о том, что Конд-Хаджи умер, это неправильно. Вот, в связи с чем возникли слухи, что очень скоро господин Алханов уйдет. И вот в связи с чем, что бы хотелось сказать. Так получилось, что слабость России в Чечне привела удивительным образом к эффективной модели господства. Мы относительно Чечни, Россия находится приблизительно в том же положении, ну, скажем, что Китайской империи эпохи Хань относительно Сюнну, которым она платила дань, и считала, что Сюнну ей подчиняются. Сюнну, правда, об этом не знали. И понятно, что, с одной стороны, сильное государство не может себе позволить такой модели хозяйствования. Они из США не могли бы себе позволить такую модель относительно любого штата. Но они, кстати, обзавидовались бы, если бы у них была такая модель, такой Кадыров в Ираке. И поразительным образом именно слабость государства привела к более-менее рациональной модели. Потому что что такое сейчас власть в Чечне? В Чечне есть единственный действующий социальный институт, он называется Рамзан Кадыров. И власть его построена на личной унии и личной преданности господину Путину. Вот такой предельно эффективный средневековый Рамзан Барбароса. И есть остатки неких федеральных руин, принципы разделяя властью в лице Аллу Алханова. Алханов очень порядочный человек. Несчастье быть президентом Чечни при премьере Рамзане Барбаросе сделало его мудрым человеком. Но человек по статусу выполняет функции посла России в Чечне. И понятно, что наличие в Чечне посла России в лице Аллу Алханова Кадырову не мешает. Ему мешает 2008 год, потому что эта власть построена на личной унии. И либо Кадыров должен стать до 2008 года президентом, либо Путин должен остаться после 2008 года президентом, чтобы эта штука работала относительно Чечни. И вот что сейчас делает Кадыров? Он технично создает ситуацию. Вот сказал Алханов, что Конхаджи умер, а ему говорят нет. Конхаджи вечно живой. Не Рамзан, заметьте, говорит, это муфтий, говорит Чечни. То есть в следующий раз Кадыров кошку принесет на заседание правительства и скажет, что это барсук. И вся республика скажет, что это барсук, а если Алханов скажет, что это кошка, Алханову засмеют. Вот такая виртуозная технология, неожиданная для 30-летнего полевого командира. Скорее надо для 70-летнего старца, привыкшего к интригам, к битвам под ковром времен полетбюро. И Рамзан создает ситуацию, при которой, а, Москве более конфузно будет иметь Алханову президентом, чем не иметь его. Ибо возникнет вопрос, ну вот Кадыров хочет быть президентом, строит Чечню, ваххабитов взрывает в землю, что мы Кадырову не доверяем. То есть еще раз, Кадыров создает ситуацию, создаст он ее сейчас, в следующий раз, еще через несколько месяцев. Но обязательно явно создаст, при которой наличие Алханова в Чечне не является больше фактором контроля над Кадыровым, а является фактором дополнительного унижения для России. Ну, грубо говоря, Алханов это аппендикс. Совершенно безобидная, но ненужная деталь организма. Кадыров создает ситуацию аппендицита, потому что при аппендиците аппендикс не лечат, его удаляют. Телефон 783-90-25 для москвичей и 26 для немосквичей. СМСки 985-970-45-45. И говорите в эфире. Добрый вечер, Юлия Владимировна. Это Константин Михайлович опять вас беспокоит. Я прошу меня выслушать, я буду на полторы минуты, если можно я скажу, а потом вы это... Вот вы вначале... Вы слышите меня, да? Да-да. Вы вначале говорили о том, что, когда вы узнали о том, что Ходорковскому новое обвинение предъявили, то вы облегченно улыбнулись. Вот, мол, тогда, так сказать, Ходорковского не убьют, как Литвиненко, подумали вы. Понимаете, в этом содержится твердая убежденность в том, что Литвиненко убили именно Ташиски Леврет и Путина, потому что кто же еще должен был убить Ходорковского? Само собой, разумеется, вот эта мысль, так сказать, она вталкивается. Но ведь Королевская прокуратура еще молчит, и ничего абсолютно неизвестно. И даже если обвинят Лугового, то это совсем не значит, что это Клеврет и Путина, а уже вы вбрасываете такую мысль. Ведь это же не это, понимаете, совершенно непонятно, как же еще же молчат. Ну, мало ли там слип в газеты и так далее, можно верить, можно не верить. И два слова буквально о вашей статье. Вот вы пишете в вашей статье, куда смотрит телевизор. Теленовостям надо относиться как к преступлениям. Каждый раз спрашивайте, кому выгодно. Я согласен с тем, что надо относиться так. Но ведь никто не спрашивает, кому выгодно убийство Литвиненко в России. Оно гораздо выгоднее другим. И это почему-то об этом умалчивается совершенно. Я ничего не знаю о том, что... Спасибо, Константин Михайлович. Я думаю, что о том, что убийство Литвиненко выгодно господину Березовскому и Невзину не только не умалчивается. Вы можете включить РТР, РТР и любой государственный канал и услышать об этом на обед, на завтрак и на ужин. Что же касается тезиса о том, что ничего еще, ничего абсолютно не известно про убийство Литвиненко, Вы, мягко говоря, или врете, или заблуждаетесь, поскольку дело передано в Королевскую прокуратуру. Известно, что Литвиненко отравлен полонием 210. Это, да, видимо, неожиданно для убийц, потому что, судя по той операции прикрытия, которую они разворачивали, когда они там Мариос Карамеллу нанимали, еще других... То есть, когда они подключали людей для создания ложного следа, явно не рассчитывали люди, что полони 210 будет обнаружен. Полони 210 – это оружие, как считают англичане, государственного терроризма, его невозможно использовать частному лицу. Полони 210 оставил после себя все следы и технологически вычислили от А до Я все передвижения лиц сопряженных, которые этот полони таскали, где его смешивали, нашли все вплоть до чайника, на котором в комнате господина Лугового в отеле «Миллениум» налили чай, разбавленный полонием. Поэтому это как раз тот редкий случай, когда не только ничего абсолютно неизвестно, но, наоборот, использование полония в полном соответствии с эффектом Шурочки Алимовой позволило английскому Скотланд-Ярду до минуты воссоздать картину убийства и всех предшествующих ему событий. Если господин Луговой, который, кстати, не был убийцей, никто его в этом не обвиняет, а был, видимо, подманкой, пособником, если господин Луговой старался на кого-то иного, кроме российских властей, российские власти имеют полную возможность арестовать или допросить господина Лугового, и пусть он покажет на Березовского. Если господин Луговой этого не делает, и власти его не допрашивают, значит, виноват кто-то еще. У меня очень большое количество вопросов по делу Френкеля. Сейчас, секундочку, я их просто тут пытаюсь найти, потому что я их себе отложила в одну кучу. Ну, в общем, все они связаны с третьим письмом господина Френкеля и с обвинениями в том, что почему я тут поддерживаю версию генпрокуратуры, и даже один человек мне совершенно замечательно пишет, сейчас я пытаюсь это найти, ведь известно, говорит он, что заказные убийства никогда не раскрываются. Ну, так, и спрашивают, не изменила ли я своего мнения о деле Френкеля в связи с публикацией третьего письма. Напомню, что на этой неделе действительно вышло третье письмо господина Френкеля, которое господин Трунов, его адвоката, характеризовал как самое страшное, что его страшно публиковать, его действительно страшно публиковать, потому что в этом письме уже сказано буквально следующее, что некто ААК, видимо, Андрей Андреевич Козлов, был агентом американских спецслужб, что Центробанк намеренно разваливал российскую банковскую систему, пуская туда иностранные банки, что эти иностранные банки выдавали кредиты на Кавказе, вероятно, террористам, и что вообще кавказские террористы и кавказские боевики и кавказские банки нужны были Центробанку для прикрытия своей преступной деятельности. Надо сказать, что на этой неделе было не только опубликовано письмо господина Френкеля, но и впервые газета «Твой день», абсолютно желтая газета, сделалась таким чтением среди высших финансовых кругов, потому что все финансисты гораздо меньше обсуждали упомянутое письмо господина Френкеля, чем истории с обысками на даче господина Френкеля, где было найдено безумное количество гомосексуального какой-то порнографии, фалоимитаторов, еще какой-то фигни. И, помимо всего прочего, печати банков, в которых Френкель работал, и в которых он был, заметьте, наемным менеджером. Такой интересный вопрос к белому и пушистому банкиру. И, конечно, замечательное совершенно интервью хозяйки дачи, которая рассказывала, как господин Френкель собирал деньги, собирал чеки за купленный им хлеб, как господин Френкель за 700 долларов снимал дачу летом, но выторговал себе 200 долларов ниже зимой. Ну, такой щедрый человек чувствуется. То есть, вот так с одной стороны было письмо Френкеля, а с другой стороны, вот так и представишь себе, как этот человек сочинял его со стопками кассет с одной стороны и с результатами слежки за неким объектом по имени Андрей с другой, который тоже нашли по сообщениям газет у него на даче. Так вот, собственно, что я хочу сказать. Осенью и зимой прошлого года в России произошло несколько событий, которые изменили Россию. Мы ложились спать в одной стране, а просыпались в другой. Это убийство Политковской, отравление Литвиненко, убийство Андрея Козлова. В любой из этих событий за два часа до его свершения любой бы сказал, что это невозможно. Но это произошло. Вопрос об убийстве Козлова для меня важнее любого вопроса, включая вопрос о коррупции в ЦБ. Я отказываюсь заменять вопрос, убил Козлова Френкель или нет, в дискуссии на тему берет ЦБ деньги или нет. Убийство Козлова – это поворотная вещь, потому что этот чиновник был убит за исполнение собственных обязанностей. Мне скажут, что система грязных денег, что ее корни лежат не в ЦБ, что с помощью банковского регулирования с ней бороться невозможно, и что любое регулирование подобной системы в коррумпированном обществе есть повод для коррупции. Согласно, в этом смысле Андрей Козлов был командно-административный Дон Кихот. Но чиновники делятся на два разряда – профессионалов и непрофессионалов. Профессионалы – это те, кто решает проблемы, которые их поставили решать. Их поставили бороться с грязными банками, они будут бороться с грязными банками. А непрофессионалы – это те, кто скажет, во-первых, у нас грязных банков нет, а во-вторых, это проблема ЦБ. Нет, не ЦБ. И результаты деятельности Козлова и его команды на лице. Цена российских банков возросла многократно. Банковский сектор России – единственный сектор, где прозрачность бизнесу увеличилась. И то, что это сделано в противовес всей остальной экономике, уже говорит об объеме нагрузки на Козлова и на ЦБ. Россия не так богата честными чиновниками. За китайским чиновникам стоит 2,5 тысячи лет конфуцианства. За американским – декларация независимости. Что стоит за нашим? Татищев, который объясняет царю Петру, что есть взятка, а есть подарок. И вот взятку брать нельзя, а подарок можно. Честные чиновники в России – штучный товар. И когда убивают одного, я хочу знать, кто и почему. И письмо Фрэнкеля, и его биография – да, меня интересует только с одной точки зрения. Они скорее доказывают или скорее опровергают версию прокуратуры. Понятно, что эти письма, эта биография не являются аргументом в суде. Таковыми являются показания киллеров и посредников. Но вот представим себе, мне говорят, что дочь убила мать из-за квартиры. Есть показания киллера. Если я собираю сведения про дочь и выясняется, что дочь вице-президент крупной компании, у нее дача на Рублевке, и что она каждый день ездила к матери, оставляя ей деньги, то этого достаточно, чтобы я сказала, стоп, я не верю в показания. А если окажется, что дочь наркоманка, у нее 5 разводов и дети в роддоме, то это не доказывает, что дочь убила мать. Но количество людей, готовых подставить дочь, резко падает, а правдоподобность показаний киллера резко возрастает. И когда я вижу, что есть господин Фрэнкель, который несколько раз в своей жизни менял банки. Один банк, другой, четыре банка, русский акцентный дом, нефтяной, диамант и электроника. Во всех банках, почти во всех банках после его ухода возникали проблемы. Все владельцы этих банков почему-то недовольны господином Фрэнкелем. Есть замечательная история, когда из одного из этих банков Фрэнкель ушел, после его ухода образовалась дыра. Владельцы банка прямо обвиняли в том, что он вывез все активы. Фрэнкель написал с ФСБ заявление на владельцев, что сейчас я буду их, что они меня хотят убить. Он ушел в следующий банк из этого банка, он тоже ушел, тоже владелец банка, был, мягко говоря, недоволен. Я хочу понять, как у белого и пушистого банкера Фрэнкеля оказались печати тех банков, из которых он ушел, и которых он не был собственником. Что он с этими печатями делал? По словам, еще раз повторяю, газеты, часть документов, цитируемых при обыске. И понятно, что это не доказывает того, что Фрэнкель убил Козлова или не убил Козлова. Но когда я читаю письмо, из которого следует, что, оказывается, Андрей Андреевич Козлов был самым большим негодяем в России и служил Западу и чеченским террористам одновременно, то у меня возникает вопрос, что, наверное, за убийство Андрея Андреевича полагался орден? Почему же молчат авторы этого замечательного события? Когда я читаю в письме о регуляторах и регулируемых о том, что доступ в систему страхования вкладов покупался только за деньги, то, к сожалению, я сама знаю очень много случаев, когда у меня есть основания полагать, что средний или небольшой банк, да, просто, грубо говоря, купил такой доступ за деньги. Мне это рассказывали на банковском рынке такое количество людей, что я не имею права в этом сомневаться. Но я вижу, что банк господина Фрэнкеля, ВИП-банк, не купил этот доступ за деньги. И стало быть, это опровергает основной тезис господина Фрэнкеля о том, что все продавалось только за деньги. Значит, все было гораздо сложнее. Если оказывается, что господин Фрэнкель, у которого, напомню, ВИП-банк был лишен лицензии, от его имени звонили Козлову, то якобы от арбитражного судьи, причем звонил не арбитражный судья, это была ЛИПа, то якобы от имени замгенпрокурора Колесникова, то я из этого тоже вправе делать свои выводы. И эти выводы такие, что люди, звонившие и просившие Козлова за ВИП-банк, они, помимо того, что они мошенники, они еще и идиоты. Потому что Козлов опытный чиновник, его на такой мякине не проведешь. А когда человеку так звонят и так врут, он после этого, первое, что он понимает, он понимает, что звонок липовый, что за человеком, который звонит, никто не стоит, у него нет никакой крыши, и люди не любят, когда их обманывают. У меня после этих звонков... Вот, понимаете, и история с письмами господина Фрэнкеля, где он оказывается белым и пушистым, а все вокруг оказываются злоумышляющими против него. И история с этими звонками, и история с заявлением господина Фрэнкеля, о том, что владельцы очередного обнесенного банка хотят его убить. Все это складывается в картину человека не умного, а умненького. Человека, для которого все окружающие делятся на лохов, которых можно обмануть, и врагов, которые себя обмануть не дали. И еще очень важный момент. Такой человек обычно действительно не очень хорошо кончает, потому что людей нельзя обманывать бесконечно. Рано или поздно люди начинают показывать на человека пальцем, и говорить, что у него такая-то репутация. Практически все хозяева банков, в которых работал Фрэнкель, стали очень крупными бизнесменами. Один заткнул сам дырку, другой там кое-как перекантовался своими собственными деньгами. И, очевидно, у господина Фрэнкеля возникал вопрос, а почему же эти люди, а я был такой умный, и, в общем, я был умнее их, а теперь они выше меня, а у меня мой собственный веб-банк закрыли. Известно, что у Фрэнкеля был личный конфликт с Козловым. В свое время, после 1998 года, Фрэнкель приглашал Козлова работать в веб-банке, который тогда назывался виза, и что-то у них там не сложилось. То есть он засветился лично перед господином Козловым. К сожалению, очень легко понять, каким образом вот этот человек, приблизительно с этими комплексами, которые прочитываются в его письмах, дал ответ себе психологически на вопрос, кто виноват в том, что я не так преуспел. Я боюсь, что была одна единственная вещь, которую можно было сделать, вывод, который можно было сделать из убийства Козлова до того, как это убийство было по словам президента Путина раскрыто. И не забудем, что президент Путин это сказал. И я думаю, что это был вывод такой, что не было логического обоснования убивать Козлова. Но даже если Козлов очень сильно отличался от системы, которая функционировала, даже если Козлов был порядочен, а система по-разному, должны были быть сильные психологические мотивы. Кто бы не совершил это убийство, банкир с комплексами, чекист, у которого поехала крыша, бандит, который не представлял себе, кого он убивает, у этого убийства, и это было ясно заранее, мотивы были скорее психологические, чем логические. 783-90-25 для москвичей и 26 для немосквичей. И говорите в эфире. Добрый вечер, Юрий. Алан, город Лаби-Кавказ. Вот такой у меня вопрос там. На прошлой неделе проскочила информация, что будто бы задержан Георгад. Это правда? Впервые слышу. Впервые слышу. И где он задержан-то? В России или... На границе Армении и Грузии. Был прямой эфир, я вот сейчас не вспомню. И строчка, наверное, бежала, и сказали ему, задержан Игорь Георгад. Это было дней пять назад. Спасибо. Извините, ничего по этому поводу не могу сказать, потому что не слыхал, что Георгад задержан. 783-90-25 для москвичей и 26 для немосквичей. И говорите в эфире. Алло. Да, да. Юлечка. Добрый день. Добрый день. Андрей. Несколько десятков минут вы говорили о том, что в системе управления государством как бы отсутствует обратная связь. Вот. Я бы хотел, чтобы вы об этом немножко подробнее вы сказали, но вот при этом сам бы хотел добавить такую вещь, что государство как система управления у нас вообще непонятно, куда едет или летит, потому что никто об этом ничего не говорил и не объявлял. Вот. И кроме этого, вот в частности, на пренс-конференции недавнего президента нашего Владимира Владимировича значит, муссировался так или иначе вопрос о том, что вот то, что создано, должно быть обязательно сохранено всеми силами и средствами. Вот. По этому поводу, пожалуйста, выскажите. Простите, я не поняла, о чем вы меня спрашиваете, что значит, то, что создано, должно быть сохранено. Вот то, что, чего сумел добиться Владимир Владимирович, значит, нужно обязательно сохранить. Вот я тоже не понимаю, чего создано, чего такое надо так сильно сохранять. Спасибо. Я тоже не совсем понимаю, что именно создано. Вот. По этому поводу у меня есть еще один вопрос. Это будет ответ на то, что создано. Значит, меня просили прокомментировать высказывания министра обороны США, господина Гейтса, который объявил о наличии военной угрозы со стороны России. Ну, напомню, что господин Гейтс, выпрашивая, как и всякий министр всякой обороны, большое количество, очередное количество денег на свой военный бюджет, сказал буквально следующую фразу. Мы не знаем, что может произойти в местах, как Россия, Китай, Северная Корея, в Иране и в другом месте. И почему-то наши патриоты стали рассказывать, что США считают, что Россия представляет для них опасности, по этому поводу уже высказался и министр обороны Сергей Иванов, и даже Владимир Владимирович Путин сегодня говорил много об однополярном мире, который не имеет ничего общего с демократией, является серьезным провоцирующим фактором. Так вот, Билл Гейтс, на мой взгляд, ой, извините, Билл Гейтс, министр обороны Гейтс, сказал, на мой взгляд, очень печально, очень оскорбительно для России вещь. Он не сказал, что Россия угрожает Америке. Он сказал, что бардак в России угрожает Америке. Он приравнял Россию к Северной Корее и Ирану. И я, к сожалению, могу согласиться с господином Гейтсом. Мы не знаем, что в следующий день произойдет в России. Если в следующий день где-нибудь в Крачаево-Черкесии детский сад поселят в здание, где производилось бактериологическое оружие, и потом прикажут этот детский сад расстрелять, чтобы ничего не было, и из этого возникнет бунт, мы не знаем, что произойдет. Если наши рыцари Плаща и Полония решат не только Литвиненко отравить, но, скажем, отравить Рамзана Кадырова, и получится Третья Чеченская война, мы не знаем, чего будет. Если ФСБ и ФСО или какая-нибудь другая контора, выясняя отношения, в очередной раз уже не обыски устроят, а решат и Путина того, потому что, типа, он мешает их обширным планам по дележе богатства, то мы не знаем, чего будет. И в этом смысле мы добились того, своей системой управления, что мы, как Северная Корея, что мы, как Иран, неизвестно, что с нами будет. Это очень плохое завоевание, и я надеюсь, что когда-нибудь его как-нибудь исправят. До встречи!